Друзья, приветствую вас на YouTube-канале Ушатайка. Сегодня вашему вниманию большое ретро-интервью с Юрием Кочкиным, человеком, который дважды победил легенду ММА Алистара Аверима. Кочкин – мастер спорта под дзюдо и черный пояс по каратэке около Шинкай. Дебютировал в ММА в возрасте 33 лет. Встречался с Аверимом дважды в октябре 1999 и мае 2000. Оба раза победил решением, нанеся голландцу его первое и второе поражение в ММА. Он рассказал нам о двух боях с Аверимом и разговоре с ним на банкете после турнира. Вспомнил зарплаты в конвертах в Прайд и Рингс. А также поделился историей о Кевине Рендельмане, у которого начались отходники после допинга прямо на встрече с менеджментом Прайд. Поехали! Чем по жизни сейчас занимаетесь, если не секрет? На данный момент, скажем, немного тренирую. Не так много, как раньше. Семьей занимаюсь, бытом. У меня дочь, 7 лет. Вот как-то так. Немножко боролся тут одно время, увлекся грепплингом. Даже немножко хотел потренировать, но все-таки обратно к Юкушин вернулся. Юрий, вы для 56 лет, если верить, что у вас год рождения 63-й, вы фантастически выглядите. У вас какие-то болячки вообще со времен профессионального спорта остались? Какие-то, ну, знаете, вот такая, хвост. Ну, как бы, такие у меня сильных-то каких-то травм глобальных-то не было. Вот, где-то в каком, не помню, лет несколько назад, в 13-м, по-моему, году. Я последний раз там по ветеранам выступал, по каратэке в Кушанкай. Я там неудачно упал. Уронили меня в Москве. Я сломал лодыжку. Ну, долго сживало. Вот, а так, в принципе, как бы травм. Не, ну, есть какие-то возрастные моменты. Все равно они, если их запускать, потому что, ну, знаю, что тренированность – это штука такая, что если ее где-то остановить, где-то остановиться, она тут боком вылазит. Возвращаться что-нибудь тяжело. Поэтому надо себя в форме держать. Вот, может быть, в связи с пандемией у меня как бы такой произошел разрыв. Вот. Поэтому я не в самой лучшей форме, скажем так. Было лучше. Даже в этом возрасте. Как-то так ошибочно подумал, что физическая работа, я живу за городом, физическая работа на участке, она заменяет тренировку. Ну, совсем не то. Наоборот, тренировка, она, наоборот, ну, она же усиливает все-таки. Поэтому исключать нельзя. Потому что у меня тут пересмотр определенный произошел. Потому что там работа есть работа. Что бы ты там ни копал, там, садил, там, убирал что-то, передвигал. Вот. Физические упражнения – это совсем не то. Тем более, если какие-то специальные, специализированные упражнения, связанные с борьбой или с каратэ. Они совсем другое. Там очень много, скажем так, упражнений, которые связаны с развитием как суставов, так и мышц определенных групп. Последние бои ММА, которые вы посмотрели в прямом эфире? Последние? Ну, я не так часто смотрю. Вот. Ну, с интересом посмотрел, как Парье положил Макгрегора. Ну, честно говоря, по первым минутам было понятно, что Парье давно не тот уже, который был мальчиком для битя, когда Макгрегор там издевался над ним. А вот. И когда он начал систематически расстреливать ему переднюю ногу, а это такой момент, он очень немаловажный. То есть, как бы, была программа в задачах, а Макгрегор этого не понял. Ну, вот я думаю, что чем-то должно для Макгрегора нехорошим закончиться. Ну, так получилось. Так получилось. А так, ну, в принципе, как бы, я мало смотрю. Наших смотрю мало, но таких ярких звезд на сегодняшний день особо не вижу. Ну, в легком весе есть, конечно. Конечно, в тяжелом. Ну, так. Ну, у меня, как бы, свое мнение, тем более. Ну, опять же, с другой стороны, люди занимаются, уложат здоровье там. Большой спорт, это все-таки не такое уж и здоровье хорошее. Вот. Тем более, бойцов, скажем, уклон ММА сейчас больше к ударной технике перешел. А это очень сильно чревато для здоровья в дальнейшем. Юрий, я читал в интервью Валитуда, что вы в 15 лет уже весили 82 килограмма. У вас вот этот наследственный атлетизм, гигантизм вам передался? У вас отец такой был, дед, семья? Или вот вы исключение в своем роду? Ну, как сказать, я не то, чтобы там какой-то одаренный был, да, допустим. Ну, просто широкая кость. Отец у меня, да, довольно-таки крепкий был. Чуть пониже меня ростом. Ну, да, он крепкий. То есть, поэтому я, скажем так, дрыщом с детства не был. Ну, и занимался, то есть, скажем так, активно спортом занимался где-то с 7-8 класса. То есть, мы с другом пошли на легкую атлетику. А как раз занимались той частью легкой атлетики, которая является тяжелой атлетикой. То есть, мы метанием занимались. Я, в частности, занимался метанием диска. Ну, как бы были такой, не то, чтобы подвижки. Было интересно, был хороший тренер. Вот, у нас всю зиму, скажем, мы сидели на штанге практически. Вот, поэтому откуда и вес-то такое. А потом уже одноклассник нас перетащил где-то в 9-м классе на борьбу. Он говорит, тяжи нам нужны. Ну, все, пошли на борьбу. Тем более, это рядом. На легкую атлетику мы ездили с двумя пересадками на автобус. А транспорт общественный в советские времена очень ходил, скажем так, не совсем стабильно, не очень. Можно было приехать в 12 в час домой. А еще же школа. А дзюдо было рядом. И опять же, там, как бы, тренер у нас такой был энтузиаст. Большая была секция, порядка 150-180 человек на занятиях было. До сих пор вот общаемся с ними. Вот, я ездил на Украину, я же, в принципе, там же занимался и школу заканчивал. Так что, встретились со всеми, с кем, кто там остался, кто есть и вспомнили все. Все как боролись. У вас очень интересный стиль дзюдо и каратэ. То есть, вы мастер спорта по дзюдо и каратэ. Вы можете рассказать, как вы пришли в каратэ и что вы с собой представляли на момент перехода в ММА с точки зрения стиля? Потому что сочетание дзюдо и каратэ довольно редко на высоком уровне. Ну, тут пришел в каратэ. То есть, я закончил институт. Ну, и, то есть, как бы, перед фактом так негласно было поставлено, что выступать я особо уже не, никто на меня не ставит. Не всегда мне с тренерами просто везло. Почему я и выполнил довольно-таки поздно мастер спорта. И люди и 18 выполняли. Просто в последние там пару лет мне выпал, то есть, такой, ну, тоже, скажем так, энтузиаст, тренер, который, ну, занимался с нами. Потому что предыдущие два тренера в институте, они занимались как бы своими делами. Не тренировочными. Нас не тренировали. Да, я выступал там, скажем так. Мне было интересно, мне хотелось. Ну, стрельнуть с кем-то нужно, чтобы был наставник. Вот, и когда уже, перед тем, как приступить к своим профессиональным обязанностям, я закончил строительный институт, мы лето, летом занимались в зале каждый день. Крайне тепло, светло, хорошо. Вот, мы качались. То есть, тогда еще таких не было, как сейчас, скажем так, инструментария для занятий. То есть, были железные штанги, не резиновые, как сейчас обрезиненные, да, олимпийские. Ну, просто железные, 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 да, такие ржавые. Какие-то перекладины, ну, брусья, ну, все. И вот мы там, такая у нас компания собралась, и вот мы занимались. Параллельно с нами там в зале занимались товарищ мой, он на год меня младше, старше, вернее. Он закончил Запорожский мединститут, и он занимался каратэ. Они занимались, и тогда, когда мы еще борьбой занимались, они отдельно уходили, там, в отдельную комнату, занимались, там, это конец 80-х, каратэ. Да, у нас это было так, загадка, чем же они там, куда уходили, занимались, рядом, в соседнем зале. И вот, как у нас получилось, что мы в душе первыми зашли, мы помылись, и выходит, заходит ихняя группа. И я сделал такой жест резкой рукой, ну, это называется уракин, этот удар. Ну, я так, шутки, зафиксировал, они такие, вау, приходи к нам на тренировку. Вот, то есть, вот, как бы это. Ну, это были не совсем те тренировки, которые я представлял, я думал, сейчас мы придем и будем там драться, там, такой изнурительный труд, я скажу, был. И он, вот, глядя на сегодняшний взглядом на это дело, ну, мы занимались, так, скажем так, не каратэ. Это было не каратэ, это было самоистязание. Так, потому что очень много повторений, движений, которые, ну, делаются не для развития, скажем, техники, там, рук или ног, каратэ. Ну, тем не менее, какой-то опыт я приобрел, вот. Потом эта секция переехала опять куда-то далеко, и опять меня не было. И вот случился такой момент, это был 89-й год. Вот, вот Борис, про который я говорю, который закончил медицинский институт, Борис Глушенко на сегодняшний день там, в Москве у него свой, свой доджо есть, ну, так называемый зал свой, где он тренирует, он там является руководителем региональным. Они съездили еще с другим другом, которым вместе боролись, он закончил институт физкультуры в Днепропетровске, и они съездили в Польшу. В Польшу съездили, Борис имел связь с тогдашним и нынешним руководителем, там, в Польше, Анджеем Древняком. Он, Анджеем Древняком, в свое время ездил к самому Масута Суаями, это основатель Кехушина. Ну, и, то есть, он там где-то каких-то там постиг, достиг, он был, во всяком случае, он был руководителем. Ну, поскольку это же рядом, в России официально еще не было такого, все было на таком уровне ниже Плинтуса, развитие в плане карате. Все на, скажем так, все подпольно же было, тем более запреты были. Вот они съездили, приехали, товарищ, который с ним поехал, с Борисом, вообще отношения никого к карате не было. А я еще, как бы, немножко забежал, мой тренер по дзюдо, он говорил, Юра, зачем тебе карате? Ты так здоровый. Зачем тебе? Ну, что ты? Я просто иногда вижу, а он, тренер был, рост ниже среднего, ну, довольно-таки легкий. Ну, там, нет-нет, смотрю, он там что-то пинает, там, чучело для бросков. Я такой, Иван Викторович, покажите, научитесь, что такое, он говорит, да, тебе не надо. Ну, и тут получилось так, что они съездили в Польшу, приехали с какими-то поясами, один с желтым, другой с зеленым поясом, и они, короче, вот с такими глазами, то есть настолько замотивированы, сорвали там просто, разрушили все то, что строили под дзюдо у нас, секции, все перешли повально на карате. Это было, в принципе, это не только на Украине, это вообще по всему, а это еще союз еще был, 89-й, да, это еще был союз, и вот наш город, Павлоград, это буквально 60 километров от Днепропетровска, у нас там весь город на этом карате просто с ума сошел, Кьюко-Шинкай, то есть еще видеокассеты с чемпионатов Европы, где там люди, да, я лоу-кик, когда первый раз увидел, что можно по ногам бить и не обязательно в голову-то лупить, люди падают как подкошены, и все, и мы начали заниматься, а я, скажем так, все-таки на тот момент, ну, поскольку бороться-то не возит никуда, ну, я подкачивался, ну, так, немножко подтянул там, в плане там, сжал там, ну, определенное количество килограммов, да, приседал там, да, и немножко как бы так закис, потому что, ну, мы же без ума там занимались, то есть я очень был закрепощен, а тут карате, то есть эта динамика опять тяжело удавалась мне, какие-то там спарринги, бои были, но тем не менее, то есть была мотивация, они еще раз съездили в Польшу через пару месяцев, там они встретились с нынешними руководителями уже из Москвы, которые тоже с древняком какие-то отношения имели, там какие-то селестные, ну, это их дело, и вот, то есть как бы развитие, потом меня забрали в армию, забрали в армию по профилю, и я уехал в Свердловскую область, в город Верхняя Салда, Верхняя и Нижняя жил, и все, и там, в принципе, приехал там, как бы продолжение имело товарищ там, который подпольный, тоже не подпольный, там у них группа ОФП была, так называемая, ну, я вижу, что люди занимаются карате, то есть в зале борьбы, ну, я пришел, в принципе, в зал борьбы, я искал зал борьбы, думаю, хоть побороться, смотрю, такой специализированный зал борьбы, очень даже удачный, и тут еще какие-то каратисты, то есть я и боролся, и немножко там, нет-нет, до ногами помахать, хотя, честно говоря, хотя для того времени это было достаточно, потому что уровня нигде не было никакого, и определенный уровень был, допустим, в городе Екатеринбурге, в одной секции, да, допустим, которую вел Степанов, ну, и в Москве, а все остальное, ну, еще Хабаровск еще отличался, но я еще этого не знал, то есть я как бы далеко от всей информации был, потому что, ну, уровень был ни о чем, ну, тем не менее, желание было, я еще скажу так, что это же все-таки тяжело с одного вида спорта переходить на другой, который тем более как бы по некоторым позициям, а именно там, тут бороться, там как бы больше такой физической и статической нагрузки, а здесь все-таки динамика, это ударная техника, ну, где-то все по каким-то моментам схоже, потому что, как и дзюдо, и караты все-таки японские, там какие-то определенные правила, этикет присутствуют, поэтому вот в этом плане было понятно, ну, и все, я потихоньку-потихоньку, и как-то даже несколько раз съездил в Екатеринбург, туда, к Степану, вот, несколько раз потренировался, вот, потом был такой в 90-м году чемпионат СССР, который первый чемпионат СССР, который проходил в Екатеринбурге, я видел это видео, недавно смотрел по видеозаписи, где-то он гуляет на Ютубе, смешно, конечно, смотреть, да, но я скажу, для тех времен это было нечто, я еще, скажем так, не понимая, чем я занимаюсь толком-то, ну, карты-карты, да, вот какие-то определенные оболочка есть, ее видно, вот, и мы там что-то пытались изображать, это каратэ, ну, я был очень неуклюжий каратист, поэтому, ну, как-то все равно четвертое или пятое место, четвертое место занял в этом чемпионате России, потом было более-менее удачное выступление, ну, как бы в технике я не вырос, но тогда, скажем так, сила воли без характера, вот так присутствовал, привел вас в гладал, был Кубок Москвы, я там занял второе место, проиграл Клементьеву, покойному, Владимиру в финале, там уже было представительство, там был представитель из Германии, Шихан Бингофраер, ну, это Шихан, это тот, на кого равняется, так вот, условно, это сенсей, который равняется, то есть определенного высокого уровня, там пятый дан был, то есть мы там засветились, там было интересно, я там, конечно, с такими травмами там получил, но это было, как бы, на одном дыхании пройдено, неважно было, насколько там разбит был, какие-то травмы, главное, что ты в участии, травма, это, оно заживает, ну, и все, и как-то пошло, пошло, поехало, и, в общем-то, когда отслужил армию, мне было предложено остаться в Екатеринбурге, вот, я там немножко поколебался, ну, потом остался, вот, и все, и скажу так, мы сотрудничали на тот момент с Дальним Востоком, с Хабаровском, там был очень, там вот те энтузиасты, которые сейчас руководством федерации нашей, это именно Пукас Валия Викторович, Шихан Шестойдан, вот, и Исаков Евгений Николаевич, ну, Исаков Евгений Николаевич он отошел, а вот Пукас, он на сегодняшний день является, там, как бы, таким незыблемым авторитетом, я очень его уважаю, отношусь к нему, в принципе, как бы, очень, так, с трепетом, долговейным, и очень сильные организации, они развились, и те люди, которые его учениками являются, они являются руководителями в Москве, вот, на очень высоком уровне, так что, вот, просто, как знаете, всегда должен быть флаг должен быть, да, вот они, вот это флаг, благодаря им, то есть всегда должно быть те, на кого равняются, я, мы начинаем уже туда ездить на соревнованиях, выступать там, и в 93-м году, это вот как в 93-м году, 93-94-й я познакомился с Зуевом Николаевичем, до этого в преддверии такое было событие, я съездил первый раз на чемпионат мира, чемпионат Японии, чемпионат Японии, и, в принципе, это малый чемпионат мира, на тот момент это был единый Киукушин, это сейчас, их очень много всяких веток и разветвлений, каждый тянет, в это был единый, потому что был живой Сосай, Сосай, то есть это его, скажем так, это духовное звание и, ну, как бы условно духовное, это высшее звание в иерархии Киукушина, 10-й дан Маста Цояму, буквально после этого турнира, он где-то через полгода, он умер от рака легких, ну, то есть еще об этом, даже этого никто не знал, но я тогда его живо и увидел, мы съездили на чемпионат Японии, у нас участвовало там два участника, один из Комсомольского Новоморья Николая Чупров, и я, и плюс три представителя было, с нами ездил. Ну, такой момент смешной, мы тогда же ездили, ну, как бы денег, финансово мне было очень проблематично, то есть переводчиков у нас, естественно, не было, хотя, в принципе, вот сейчас, как бы, оглядываться можно было найти в Японии из кого-то из представительства, даже, скажем так, из тех корреспондентов, которые там работали в Японии, ну, тем не менее, у нас так было так, что мы зашли, никто толком не по-янглийски, тем более не по-японски, руками развели, головой помахали, ну, тем не менее, сфотографировались и увидели живого Сосайя, то есть, как бы, легенду. И после этого я приехал, то есть, я там две недели был, мне эти две недели таким, это, как бы, мотивационный и сильный такой пинок такой, скажем так, то есть, я увидел оригинал. Не то, что там передалось, там, через пятые, шестые, десятые руки, а именно оригинал. Мне это просто, вот, даже посмотрели, меня не учил там никто, я пару раз там на тренировку сходил на этот, и этого было достаточно, но я видел, опять же, как тренируются, как люди работают, и, так вот, некоторые там замечания, мне, походу, там еще были дадены, такие, ну, скажем так, есть, даже в речи, да, допустим, есть какие-то слова паразита, да, так и есть паразиты и огрехи в технике, определенной стойке и так далее, так далее. Мне сказали, вот, убери вот это, я, допустим, там, руки-тряпки такие были у нас в моде, то есть такие определенные понты, ну, это, на самом деле, это ничего хорошего не идет, все должно быть строго, все должно быть, все, все обоснованно. Вот, и, во всяком случае, в душе, морально, я, я так немножко, я был готов к этому, да, внешне не сильно изменилось, но тем не менее, но уверенность определенная какая-то появилась. Там я один бой выиграл, один проиграл, ну, честно говоря, для бенефиса это было очень даже нормально. Нас никто не готовил к толком-то, мы сами тренировались. Ну, тогда еще какая-то подготовка определенная была, мы, потому что с тренерами по боксу работали, ну, это же не по карте, то есть какую-то общую физическую подготовку нам и ударную технику ставили, но это не сравнить то, что сейчас, как готовят спортсменов. Потом было еще, скажем, хуже. Вот, потом, когда я приехал домой в Викторинбург, мне сказали, только я приехал, мне говорят, завтра надо ехать в Польшу, там идет, будет открытый Кубок Европы, Кубок Ямы в Польше. То есть вот я только приехал с корабля на бал и туда, и своим ходом там туда приехал. Там были такие моменты не очень позитивные в плане того, что я очень долго ждал своего представителя возле гостиницы. Ну, то есть в холле гостиницы я не поселиться, не в положении, а на самом деле в положении регистрируют и заявляют. Ну, дождался. Большое ему спасибо. Это Александр Ракадьевич Ипатов. На тот момент мы как бы еще в одной команде были. Он меня так воодушевелил, настроил, мотивировал, что я этот турнир выиграл. Я выиграл просто турнир. Хотя эмоционально был очень сильно опустошен, но я его вытянул. А Яма тоже был на этом турнире, кстати говоря. Вот именно, есть даже видеозапись, где он на этом турнире. А у меня есть фотография, где я стою, а Яма, и нас на пьедестале почетно. Вот. И все. И потом, когда я приехал в Екатеринбург, там спустя некоторое время, там товарищи нас, с которыми мы вместе по верхней Салдеи тренировались, он был в Екатеринбурге, он меня привел к Зуеву Николаю Николаевичу. А у меня было желание. Как бы, даже обладая какой-то определенной той техникой, думаю, какой-то попробовать. Все-таки опыт борьбы остался... Он не остался, как бы так. Он не пропал. Ну, память-то осталась же у него. Все равно, как бы, тоже ведь немало времени было отдано ему. Попробовать борьба, то есть вот эти вот понятия ММА еще тогда не было, но где-то что-то было в каких-то видеофайлах, так скажем так, как можно сейчас назвать, было... Где-то было увидено, скажем так. Тем более, тогда как раз Рингс, он уже с 90-х годов, он уже определенное развитие имел, и некоторые бойцы, даже из Кирбов, в частности там Копылов Андрей, тот же Зуев Николай, они уже участвовали там. Потом присоединился Клементьев и Бекшев. Ну, были определенные сложности в том плане, что при жизни Сосаяма он был против профессиональных участий спортсменов. Очень у него. Хотя с основателем, ну, с руководителем профессиональной риги Акира Маедой, они были друзья. Ну, судя даже по тем репортажам, журналах, так далее, так далее, часто видели вместе. Нынешний руководитель Акио Шумацуи, он тоже общается с Акира Маедой. Ну, Акира Маеда довольно-таки в Японии уважаемый человек, борец, профессиональный борец, так далее. То есть, ну, как-то у них видимо, есть все-таки какие-то сношения определенные. Ну, вот в частности так. И я, у меня была задача, у меня была цель, то есть я хотел сначала выступить на чемпионате мира. Чемпионат мира это был в 95-м году. Ну, вот, я выступил не последний раз, правда, я потом еще в 99-м ездил. вот как раз где я с Алистером и Веримом и дрался. То есть у нас был этот турнир, который первый раз проводили. Акира Маеда проводил такой профессиональный турнир. То есть в рамках там восьмерки они выступали. в один день мы два раза два раза дрались. Обычно мы приезжали, один бой, все. А тут уже как бы и, то есть, кто в финал выходит, они через два месяца там встречаются. И вот у меня первые два боя. Притом, я скажу, что вот так оглядываясь назад, у меня два боя были со знаковыми людьми. У меня первый был бой с Алистером и Веримом. Ну, одно, конечно, что он молодой был. Но, честно говоря, он уже тогда определенные виды имел. И тогда не зря его вытащили. А второй был бой у меня с Минотавром. С Нагуэрой. Еще тоже никто его не знал. Да, он, конечно, быстро закончился болевым приемом. Ну, я, в принципе, у меня через полтора недели должен был быть чемпионат мира. То есть я там оставался еще и на неделю и остался. То есть у меня задач не было бороться, я вообще к борьбе даже не готовился. Это раз. Ну, и во-вторых, конечно, я не такой очень сильный борец в партере. Это я вот сейчас как бы там, оно ведь с опытом очень много все равно в Ринсе боролись и Зуем, и спокойный Федоров очень много приемов показывал, и действий, и ветераны, которые приходили на тренировки. Вот. Поднатаскался. Поднатаскался все равно. Ну, все равно не считая себя великим вуру, потому что это все-таки, ну, это жизнь тоже определенная, это борьба и то, что бразильцы, скажем так, бразильское джиу-джитсу на основе него этот грепплинг и валютуду скажем так, преподносит. это совсем другое. Вот. Там все-таки это сейчас узнаем, мы знаем сейчас, что очень много боролись. Вот. Ну, и притом это очень близко и очень к ММА. Ну, на тот момент мы, у нас все, я говорю, на голове энтузиазм. Каждый занимался в своем зале, занимался карате, приходил иногда побороться. Вот. Было предложение съездить, выступить, попробовать себя. Ну, у кого-то лучше, у кого-то хуже. Там все какие-то бизнесы, бизнес не нас. Они сами отбирают, смотрят, ну, какой промоушен у человека, как он продается. Это мы так сейчас понимаем. Почему же не возят? Почему же мы же еще не реализовали себя? Ну, опять же, как бы вот так вот. Это сейчас все молодые, а тогда были возрастные. Жив, Николай, он начал выступать уже тогда, он уже сборную сам тренировал, сборную союза. То есть, он прошел все эти веки и тут вернулся обратно к таким выступлением. То есть, это тоже шагнуть надо было через себя. Зачем ему, ну, в него, ну, он подхватил идею, создал, сам выступал и бизнес определенный. Да, это бизнес, конечно. Ну, и желание воплотить какие-то свои амбиции определенные спортивные. самбо, уралмашевское. Это очень такой, очень сильный вид спорта. Его можно вообще отдельно вывести за границу. Вы в ММА пришли в 33 года. У вас тогда был физический рассвет или пик уже был позади? Потому что это довольно-таки поздний возраст, хотя для тяжа нормально. для тяжа это нормально, да, для тяжа нормально. Ну, я не скажу, что у меня там был пик. Может быть, у меня и в 23 был пик, но я тогда не осознал, потому что не с чем было сравнивать. Потому что, ну, не особо где-то мне возили, где-то выступал. Просто на этом пике, может быть, я начал заниматься каратэ. И, может быть, этого здоровья хватило перейти из одного состояния в другое, да, допустим. пусть она там длинная была и так далее. Была какая-то нереализованность, сознание, что еще не все реализовало в спорте. Что-то хотелось еще чего-то достичь. Потому что, ну, в принципе, не особо высоких уровней там подзюдо было турниров. Ну, не выше ЦС там можно было сидеть, ну, Центрального Совета, допустим, приделать. Ну, на Украину ездил на чемпионат вне ведомства. Вот. Конкуренция была очень большая, очень высокая. Ну, тем не менее. Вот. И все равно же своего спортсмена должен тренер двигать. Ну, какой бы тренер у меня не был, но у него недостаточно было ресурсов, чтобы меня возить на сборы и так далее, и так далее. То есть, вот как бы так. А тут я увидел, что можно и опыта и так далее. Потом, тем более, на тот момент в тех ареалиях, в которых мы жили, все зависело только от человека. То есть, от его финансовых состояний. То есть, попасть в сборную, ну, в традиционных видах это было сложнее, потому что она как бы еще жила, существовала. А в других видах, тем более, то, что зарождалось в ММА, у нас даже на карате, то есть, есть деньги? То есть, ты там блеснул, ты вот за свои деньги поехал. Получилось, не получилось? Ну, у нас какой-то критерий отбора определенный был. Там, где я существовал, то есть, на Дальнем Востоке, ну, живя здесь, а там выступая, то есть, надо ехать, надо идти. Там сознавались, что на своем, на своих региональных соревнованиях, особо не вырастить. То есть, надо в Японию ехать. Там надо себя показывать, реализовать и учиться. То есть, все пути в единоборствах идут в Японию. Юрий, у вас дебют был с болгарином красцем, да, если я ничего не путаю, когда вы победили болевым на руку. Вот тогда же еще не было специализированных тренеров по смешанным единоборствам. Вот, когда вы готовились к этому бою, вы в каких пропорциях уделяли внимание ударки, в каких борьбе, в каких смешивали, вот какой вообще был план подготовки вот в те времена, когда не было специализированных тренеров по ММА? Ну, я так скажу, что, вот сейчас, глядя на тот бой, я скажу, я тогда на тот момент пытался вспомнить борьбу. Потому что, ну, особенности даже Киокушунка в том, что от борьбы надо уйти. Из борьбы что есть, присутствует, ну, это, скажем так, карте тоже борьба, только с ударами, да, ну, там нет захвата, в борьбе есть захвата, да, там подсечки, можно какие-то бесконтактные броски делать, ну, то есть, я говорю, именно подсечки, зацепы, ну, с трудом, сейчас, сейчас у нас, кстати, в правилах появились, обратно вернулись, и это оценивается, тогда не оценивалось. Поэтому, подспудно так, забудь борьбу, давай, руки, ноги, удары руками, удары ногами, ну, где-то движение, то есть, ну, что единое, одно было, так это здоровье. Я скажу, что физические кондиции у японцев, мы когда приезжали, мы смотрели, это не дрыщи, то есть, очень мощные ноги, очень крепкий, скажем так, низ, по идеологии японской, физическое развитие у японца должно быть у борца и у единоборца, треугольник, ну, треугольник основанием вниз, а европейский основанием вверх, то есть, основание вниз, это твердая опора, вот, очень крепкие ноги, очень сильные предплечья, соответственно, очень сильные, плотные удары, быстрые, взрывные, поэтому, как бы, вот так надо было. И, я скажу, что я, как бы, старался здесь, как бы, научиться этому, ну, а про борьбу, все забыл, а в рингс пришел, ну, надо побороться, все-таки, вспоминать борьбу. А партеры у меня, честно говоря, это благодаря только тому, что все-таки Николай Зуев, Александр Сергеевич, это партеристы очень сильные, топовые партеристы, борцы в партере. Сознанием многих тех фишек и нюансов, ну, то, что сейчас происходит, допустим, в грэпплинге и в ММА. А присутствовало у них уже тогда. Поэтому, тут я скажу, когда даже бразильцы, когда приезжали к нам, они там тренировки проводили для них. Что Зуев, что Федоров. И зря ведь Федор Емельяненко, когда готовился к бою с Нагоэрой, он приезжал к нам. Ну, я имею в виду в рингс, к Зуеву, Федорову. Там вот этот момент, когда, чтобы не попасть на треугольник, потому что Нагоэрой на тот момент очень сильно треугольником работал. То есть, захваты ногами и все, лежа на спине. Все 70-80% поединков он выиграл именно этими боями. Ну, а в стройке очень неплохо, кстати говоря, себя показывал. Ну, то есть, вот. Поэтому, ну, прием, болевой прием на руку вышел так уже. Вышел только потому, что Красин партером нисколько не владел. А он такой немножко несуразный, какой-то корявый. как-то так получилось. Тем более, люди, которые не сведущие в борьбе, они вот не чувствуют того момента, где нужно сдаться. Он очень долго терпел, там, длинная, гибкая рука. Пришлось прям перехватываться, там, перегибать ее. Вот. Поэтому, ну, выиграл, выиграл. Да, на эмоциях там я там мастер спорта подземлял. Честно говоря, ничего такого там мастерского не показал. Ну, разница в весе, опять же. Кстати, злую шутку сработала это мне. Потому что я же быстро выиграл. И следующий бой у меня был там в Японии. Мне повезли в Японию драться с бразильцем. Это был бой тогда, то есть проводились первый бой такой, в ринсе только ладонями били, а тут в перчатках, накладках вот этих. И они были экспериментально очень жесткие. У меня был бой с Рикардо Марайсом. Такой здоровый конь, 2,02 ростом, 225, 125 килограмм, 225. Просто ужешающего виду. Я, честно говоря, там всем было страшно. За меня особенно. единственное, что меня спасло, это терпение. Я его перетерпел, перетерпел. И я его больше удержал. А я спросил, а почему я-то? Я там мальчик. То есть, например, я выглядел так же, как Красин по сравнению со мной. На голову ниже и так далее. Я думал, там Махач у нас будет. Ну, условно так он полез меня ввязать, ну, связывая, пытался начесывать меня. Никаких акцентированных ударов не было, но расчесал меня всю голову от затылка до подбородка. Вот поэтому. А почему я? Потому что ты же, говорит, выиграл за 40 секунд, а он выиграл у японца в Японии за 40 секунд. Ну, и вот вас решили свести в таких этих спринтерах. панчеров. Да. Ну, я-то не в панчем, он там что-то перемахал этого японца. Как-то так. Да, ну, опять, ну, с другой стороны же все равно победа, она, какая бы она ни была, она победа. А потом, как бы, приходит опыт и там мастерство и такой раш. То есть, нужно почувствовать запах победы. Нужно побывать в этой шкуре. Уверенность появляется. Поэтому, может быть, был с болгарином бой. Юрий, как в рингс назначали соперников? С вами велись какие-то переговоры или ставили перед фактом? Вот дерешься с этим и с этим? Нет, да, нас ставили перед фактом. По сути дела, это был, здесь никакой жеребьевки, ничего, то есть, выбирали там, подбирали бойцов или не подбирали, я не знаю, на самом деле. Ну, у нас был продюсер, скажем так, не продюсер, а менеджер, который в России, который вел переговоры и через которых все шло, это Погодин Евгений, Владимир Евгеньевич, да, покойный, он в свое время, ну, он разбился на самолете, который, помните, в Перми разбился со сборной Азербайджана, там и летел еще генерал Трошев, еще там ряд лиц, вот. И вот он летел тоже в этом самолете на турнир по самбо в Перми. Очень хороший человек, и вот, в принципе, переговоры через него, а решение по большому счету принимали. Здесь он занимался, скажем так, подбором, то есть такой селекции определенных бойцов, довольно-таки не все бойцы в своих видах единоборств могли там себя показать или сочетать. Это сейчас как бы идет определенная подготовка, их очень много, есть из кого выбирать. Тогда особо-то не было. В 90-м году, когда Маеда приехал в Россию, в Подольске собрали всех порядка 5 человек, всех, кто как-то маломальский, кроме борьбы и бокса, мог бы еще чего-то. Борцов, боксеров собрали и так далее. На тот момент Громзаза два раза на канат слазил, его там взяли, Копылова взяли, Волханов взяли, потом присоединился Зуев. я как будто... В смысле, два раза на канат слазил и за это взяли в ринг? Нет, он физически просто здоровый, он чемпион союза был по вольной борьбе. То есть как бы это... Он просто не слазил с канатом раз-раз слазил с уголком, все, очень быстро все. Ну, это, скажем, вольники, многие от него обладают. Канат такой, такая фишка борцовская. Это все-таки работа рук. В частности, да, все равно там какие-то были тесты определенные борцовские и так далее, на которые смотрели. Я же не присутствовал, мне так просто уже рассказывали. Тот же Николай Николаевич. он может больше рассказать в этом плане про те годы. Но, тем не менее, поэтому как отбирали бойцов, я... Загадка, конечно, для меня. Ну, есть, есть. У нас у меня были ряд боев, ну, всегда, всегда такие потом крепкие попадались мне парни. Там, Джоб Кастл из Голландии, там, кто еще из Австралии был, мы в Японии ездили, я уже не помню его фамилию. Тоже крепкий парень. Вот, ну, Алистера Варим, Нагуэра, Рикардо. В Рингс были постановочные бои? Ну, я не видел. Я не видел постановочных боев, это так только говорят. Ну, дело в том, что, нет, есть, есть такие моменты, вот, я так скажу, у нас там была и есть уникальная такая личность, как Улхан. Человек, который знал себе силу и мог в принципе выиграть в любой, в любом интервале точки времени. Иногда он переигрывал. То есть, он там, да, упадет, там что-то изобразит, да, у него было такое, это артист, в самом деле. Но он выиграл, он выиграл, он и Маеда выиграл, Зуя выиграл, Копылова, в принципе, очень многие. Очень сильный как борец и как бы человек, который видел и борьбу, и бой сам по себе, поэтому казалось, да, что постановочное, но человек играл, да, там было можно. Ну, ты выходишь на один бой. Разница между соревновательным вот этим марафоном, когда у тебя там несколько бойцов впереди, там, сегодня или завтра, да, допустим, а тут один бой. Ты готовишься там несколько месяцев к этому бою, вышел, весь тебе выложил. Вот в UFC есть негласная, даже гласная установка, что драться нужно зрелищно, и даже если ты побеждаешь, но не зрелищно, могут уволить. В Прайде и в Ринкс был намек от руководца, может прописывали в контракте, что, ребят, нужно рубиться, нужно драться зрелищно? Ну, мне до контракта не удалось дойти, но понимание того, что ты должен быть, скажем так, какую-то, хотя бы какую-то фишку показать, как минимум, а если, хорошо, если ты вообще, как бы такой фактурный боец, взять хотя бы вот в Прайде и в К1 выступал американский боец Боб Сапп, очень здоровый, очень сильный физический, не выигрывал, выигрывал, ну, и Денисик в боях, но выходил, хмурил брови, ну, игрок американского футбола, очень сильный, функциональный никакой, буквально хватало там на полсекунды его боя, условно так говоря, вот, ну, постоянно, постоянно выступал, почему-нибудь, ну, вот фактура, фактура зрелищности, ну, и ряд, может быть, еще единиц таких бойцов, которые могли, что-то, то есть, ты там, можешь весь быть разрисованный, татуированный, половину зубов показывать на, на, на это самое, тут ты должен играть, если ты вышел, как российский спортсмен, минимум эмоций, победа любой ценой, ну, не всегда это срабатывало, и не всегда это было, поэтому нужно было, да, это, это как бы, цирковое, в основе лежало всегда, как в рейтлинге, где постановочные бои, так и в этих, в UFC-шных, и в Ринсе, и в Праде, это, это было понятно, до, до контракта, контракты, может быть, у Зуева были, у Хана, мы не были, мы в топ еще не входили, то есть, мы не зашли в топ, у нас бои, бои, разве, почему и не хватало боев, вот, поэтому я, я тут не знаю, ну, может быть, и отговаривалось, может быть, это уж на письменно там, где-то звучалось, но не у нас, я, чего не было, того не было, я, не могу сказать, что мне в этом плане повезло, я не дорос, и не дожил, или, или поздно пришел, вот, ну, слава Богу, и, и это было, а договорной, договорных моментов, ну, один раз, сам спортсмен пытался со мной договориться, но почему-то во время поединка, не перед этим, это кто, это кто, это кто, ну, был у меня момент такой, мы ездили в Грузию, в Тбилиси, там, нравится, и у меня был парень, оппонент попался, он, чемпион, молодежный, по, по молодежи, первенства мира, по греко-римской борьбе, мы что-то с ним возились, он пару раз мне кулаком в нос сунул, а надо было ладошкой, ну, судяк-то мимо, у меня кровь, все, я там, ватками, трундочками заткнул, и дальше, и я там, он меня бросает, выше, выше этого самого ринга, мы падаем, я ему там на полевой, пятый-десятый, он там уходит, ну, там за канат хватается, ну, я так выиграл, он в какой-то момент, он мне говорит, давай, давай сюда, не было уговора, не было уговора, все, как-то так, ну, это курьез, конечно, ну, договорных моментов, лично ко мне никто не подходил, и не договорился, такого не было. Вы пребывали в Японию, как вы решали вопрос с питанием, вот сейчас в UFC, они там дают еду сами, пишут на упаковке, сколько калорий, когда есть, а вот в те времена, когда вы пребывали в Японию, совсем другой мир, как вы понимали, что нужно есть, чтобы не травануться, или еще что-то, потому что, ну, все-таки совсем другой мир, как вот вы решали вопрос с питанием? Да никак, как пошло, так и пошло, не было такого, я скажу, что, ну, это, все так, слов своим чередом, и, скажем, да, я скажу, что мы здесь в этом плане были первопроходцы, и попробовали все на себе, ну, старались, конечно, и питаться не какими-то там экзотическими блюдами, да, в принципе, в Японии очень много заведений для просто перекусить, то есть, обычно, там, миска, где бульон из курицы набросает рис, там, или лапши, яйцо разбили, все, и вот, 200 перекусов за 500 йен, все, ну, если там чуть побольше денег, да, вот, некоторые те люди, которые, допустим, суши не ели никогда в жизни, да, им казалось, что, может быть, это как бы срабатывал организм, отторжение сначала, ну, вот там ничего, приедались нормально, это же дело такое, тем более, там, все-таки, продукты, такого никогда не было, я не видел, чтобы это просрочно подавалось, это у нас, я когда первый раз приехал, меня там товарищ подсадил на суше, реально, суши, не сашими, а именно суши, я приехал в Екатеринбург, и первым делом нашел это заведение у нас, не так много было, и, честно говоря, не полезло в рот, я как-то сразу, так вот, ну, запах почувствовал, не свежая рыба, не то, что она там протухшая, или что, ну, просто не свежая рыба, потому что несколько раз переморожена, все понял, я все понял, понял разницу, так что так, а чем питались, ну, питались, у нас, было пару раз, так что у нас, именно национально, то есть мы, вот, что по карате, что по ринцу, все-таки, вот, в Токио есть район корейский, называется Хибакура, и практически все корейцы, которые, Акира Маяна, он корейец, Масла Цуаяма, он корейец, и они, в принципе, как бы, вот, общаются, живут там, работают, скажем, скорее всего, может, живут и в разных районах, но работает, и Хибакура, и у них все, все это где-то рядом, хотя, у Маеды, в Якогами, свой зал, там, где базирование, но вот, почему-то всегда мы жили в одном отеле, Метрополитан Плаза, вот там, такой крупный такой отель, он там рядом, с Хонбу, с центром по карате, ну, и, как бы, так, и вот один из старожилов, скажем так, японских каратистов, под 70 лет ему, он пригласил нас угостить традиционной японской кухней, ну, мы много чего не поняли, потому что, ну, там приносили такими маленькими, всем, какими-то местами, ракушечками, там, это, это, вот, ну, ну, посидели, пообщались, посмотрели, поели, потом пошли по мясу с пивом, добили это дело, уже самостоятельно, вот, а так, чтобы, вот, и каким-то моментом, в основном, очень много традиционных моментов, и очень близких, которые не сильно отличаются, с питанием, а вот именно, не, конечно, если, скажем так, именно со спортивным питанием, специальным, ну, у нас такого еще не было, мы еще тогда не дожили, не доросли, не дожили на этом, все-таки это, это должен, да, это задача тренера, следить за спортсменом, за диетой, и так далее, и так далее, чтобы не переел, не перепил, не доспал, и так далее, и так далее, сами по себе, у нас не было таких ресурсов, возможности, чтобы нас тренировали, то есть мы, как бы, у нас был багаж там, мы его использовали. Вы ходили вот на такого, как Марайс, на Херинг, Марайс же 2 метра, массивная такая скала, у вас был, было ощущение, что они под чем-то, что они на чем-то, и не страшно ли вам было выходить на таких монстров? Ну, Херинг, я не скажу, что там монстр был, а вот Марайс, да, я вполне вероятно, очень, уж очень, я скажу, что и Алистера Верим, на тот момент, был молодой, и по нем видно было, что, скажем так, там не просто стимуляторы, там реально, что-то такое, потому что, ну, очень много боев смотришь, что с американскими бойцами, бразильскими, скажем так, та функциональная подготовка, она нереальна, она нереальна, человек в одном таком темпе ведет поединок, и он практически не устает, он встает дальше, до того же Алистера Верима, где-то же какой-то нашли повод докопаться, но он, видимо, уже переел на тот момент, я увидел форму, просто там нереально было, ни ушей, ни головы не видно было, просто вот такое, насколько он себя загнал, потом чуть подсбросил, похудел, ну, они опять же, то есть, они же сами там избегают, допустим, не проводят в тех штатах, где очень сильные требования антидопинговые. Когда вы шли в Прайд, там же были вот эти правила, колени в голову в портре разрешены, затаптывания разрешены, удары в голову разрешены, вы не боялись этих штук, и жена вас не боялась, что куда идешь, там не дай бог, ну, как затаптывал, не, ну, какие-то, не с улицы же мы пришли все-таки, все равно какое-то понимание, какая-то форма защиты обладаешь, даже в этих случаях, то есть, ты как-то падаешь, перекрываешься, вот я, как раз, такая ситуация была, что он, Херинг пытался мне коленом ударить в положение лежа, я просто локти подставил, и лежал, одну ногу, ногу за ногу, и думал сейчас, сейчас так, долго думал я пару часов, просто я долго думал, да, я перекрылся, вот попытка, то есть, я это видел, я все это понимал, вот, ну, просто скорость, обратно, обратного, обратной отдачи не было. Юрий, помните момент в карьере, ММА, когда вам было, вот реально больно, до сих пор вспоминаете, был ли такой момент? Насчет боли не знаю, больно, не больно, у меня был такой поединок, в Екатеринбурге, кстати говоря, то есть я, в принципе, меня в нокаут не отравляли никто, был, было пару раз, такая форма, такая, гроги, легкий нокдаун, но в Екатеринбурге в цирке проводили бои, Сергей Никонов проводил, это ныне один из, у нас тут, законодателей в Сирдовске, на тот момент он занимался, у него был, ну, остался клуб, рукопашный бой у них, он вел эту федерацию, и приехал парень из, по-моему, ну, из Волгоградской области, Волжск, по-моему, город такой есть, очень крупный, такой, килограмм 120, боец, ну, довольно-таки сильный, Харитонов, Сергей знает, потом мы о том разговаривали, он говорит, Саня, говорит, знаю, он был, у него привычка, он говорит, ловит ногу, и, а тут получилось так, что, я упал на спину, ну, и, как бы, жду, жду его, и он меня, стоя сверху, и пригвоздил, и я поплыл, реально поплыл, ну, по правилам, как бы, не было добивания, меня подняли, отчитали нокдаун, все, я там, немножко это самое, если бы добивание было, просто, я не ожидал, честно говоря, этого, что у меня, просто не готов, я думал, я вот тут затяну в партер, все, ну, мне удалось, как бы, немножко прийти в себя, я выиграл, и активность, я постоянно, вот, переводил, на рычаг, на кимуру, на рычаг локтя, плеча, вернее, это даже называется так, и он хватался за канат, хватался, хватался, то есть, этих уходов, казалось, больше, чем то, что он на нокдаун, вот это была неприятная ситуация, но там, я вам скажу, у меня пол лица заплыва, такой, я хотел выйти на второй, я, вернее, вышел на второй бой, тоже из Екатеринбурга, боец, ну, он меня просто в эту, в подушку эту, меня расстрелял, а он из тайского бокса, и он так методичнее, я терпел, терпел, но уже в какой-то момент я понял, что я уже не вижу ничего, потому что там не на пол лица, а на все лицо вот это вот заплыло, у меня там узкие глаза, все, просто раздулось лицо, а вот от одного удара, ну, вот скажем так, вот так один из, самый неприятный момент был, я скажу, вот, после Рикардо Морайса, мне не страшно было потом, после таких выходить, с кем угодно, потому что, ну, там реально, там не было акцентов, а здесь такой был, неприятный акцент, еще так, очень спорно пытались там, оспорить этот бой, ну, это на уровне журналистов местных, типа, ну, как же он, его чуть не отправили на каут, ну, там, как бы, в деталях разбираться, но, тем не менее, это, я говорю, если бы было бы добивание, я проиграл бы, ну, вот так вот, такая обеспеченность привела к чему-то, пришлось бы выкручиваться, я все руки отбил, все-таки парень тяжелее, тяжелее меня там, килограмм на 15 был, и, насколько я помню, были перчатки или не были, ну, руки, а в его башку я просто, я там махал уже, просто у меня там, как говорится, планка упала, нужно было исправлять ситуацию, себя, себя реабилитировать, вот так. Юрий, Гегард Мусаси рассказывал, что прайд платили наличными, сразу после боя, вы за херинга получили наличные, и как вот интересно там происходила оплата, сразу после боя, или часть до боя, вот, как это происходило? Да нет, ну, это просто приходили в номер, давали конверты, и все, то есть это, как, зарплата в конвертах, да, и в ринге так было, и это, то есть у них такая определенная практика, если это не контрактные деньги, если это не контрактный договор, там, просто приходят, мы все по номерам, терпеливо ждут, когда принесут зарплату, вот, и все, вот, ну, деньги небольшие, ну, для прайда, я скажу, прайдил, гораздо больше платили, в разы, даже для новичков, в ринге мы не были так избалованы, у нас там было, там, три тысячи, максимум, для, не, не, для тех, кто не топовые бойцы, ну, может быть, где-то чуть больше, если там, лично я знаю, по себе, а в прайде, да, прайд, богатая организация, ваш самый крупный гонорар за все время в ММА, сколько? 10 тысяч гоноров. Это за херинга, да? Да, с херинга. Там независимо, выиграл, там, вот. А бонус полагался за победу? Нам, нам не озвучили, ну, была, была конференция, брифинг был перед турниром, объясняли правила, может, я пропустил, нам, нам не доводили, во всяком случае, нам в переводе или еще, нам просто, мы понимаем, что вот, как бы, объясняют правила, а какие-то там бонусы, или еще что-то, мы еще, видимо, не, нам надо было приехать и себя кто-то показать. Особий в таких мыслях, что мы сюда приехали, там, бешеные деньги зарабатывать. Ну, мы знаем, что он за что-то заплатит, но, конечно, в первую очередь, вот на таких вот моментах больше не деньги, а именно закрепиться в участии. А вот те годы с 97-го по 2005-й вы жили с того, что зарабатывали в смешанных единоборствах или была еще работа у вас какая-то? Доход какой-то? Не, ну, я тренировал же еще. А, тренировал. Тренировал, да, и плюс, то есть, как бы, ну, работа федерации, она денег-то не приносит, все-таки общественная организация. В основном, тренировки. Тренировки, тренировки, да. 10 тысяч долларов в 2002-м году, это в Екатеринбурге можно было две квартиры купить, наверное, да? Да нет. Не, за 10 тысяч долларов уже не купишь за 2002-м году. Вряд ли. Не, не, не. уже таких, не, ну, может быть, где-нибудь на Украине, какую-нибудь хрущевочку, там, квартирку можно было. Не, не такие же великие деньги так-то, почему-то. Вот. Юрий, а в Прайде прибытие на арену было же, по-моему, утром или днем, да? Бои вечером, то есть вы там весь день находились. Не помните, как это было? Нас селили в отеле, мы прилетали день, на следующий день мы днем, бои вечером, бои обычно вечером. Днем нам привозили, нас привозили в этот, на арену, был брифинг, ну, ознакомление с правилами, и все, и мы потихонечку там в своих раздевалках двигались, раздевались, тренировались, разминались и так далее. И обычно где-то с 7 часов вечера начиналось действие. Юрий, помните самую необычную историю, которая с вами в Японии приключилась, которую до сих пор с особыми эмоциями вспоминаете? Нет, ну, самое это необычное, это когда, конечно, первый раз поехал и вживую увидел со своей ямой. То есть сейчас, сейчас можно говорить, что я видел, видел легенду. Немногие те люди, которые сейчас есть в руля, и они видели, у нас есть друзья, которые жили, тренировались 3 месяца, 3 месяца, буквально незадолго до смерти, то есть это 94-й год. Жили, не зная ни языка, ничего. Они там тренировались, у них ездили, учрд, что так называемые, это внутренние ученики. они по определенным правилам, по определенным, по определенным уставам, там жили, тренировались, то есть очень, это такое, как, как монах-отшельник, да, допустим. То есть ты с себя, ты пустой, и ты зависишь от того, кто тебя принимает, ты живешь по тем правилам, по тем уставам. Вот они ездили так. Обычно у них это на 3 года полный курс. Они на 3 месяца. Насколько хватало денег, насколько возможности есть, потому что все-таки там у них люди уезжали, у них свои были, они и тренировали, и тренировались, за ними люди были. Нашлось время, и их послали, делегировали. Поэтому я думаю, считаю, что один из таких моментов. Каждое мероприятие там у нас значимое, оно заканчивалось там каким-нибудь поездкой в горы. У нас чемпионат мира обычно заканчивается таким аттестацией, лагерем, лагерем в горах Миссумене. То есть такой осенний, летний, осенний, летний, там всегда проводится это осенний после чемпионата Японии. Там Сосаи всегда проводил так называемый самокемп, то есть осенний лагерь, летний лагерь и так далее. А летний обычно в Чиба, то есть другой регион. То есть это в принципе территория монастыря старого и на территории там проживания, питания, тренировки. вот, в Осики мы были в Киото, из Осики мы улетели в Киото, там такая гора, ее называют гора тысячи монастырей. И нас в действующий монастырь нам показали, как живут монахи, как они питаются, то есть не то, что на примере, нам показывали, и мы сами питались, то есть то, что они едят. некоторые моменты там дзен, там и так далее, и так далее. То есть мы ходили, смотрели, у нас были и тренировки, у нас и были знакомства с жизнью, то есть на практике. Вот такой тоже момент запоминающийся. Поэтому рассказать-то есть о чем? Ну, такого яркого, прямо вот такого я видел Ленина. Ну, я видел Аяму. Это много чего говорит. Много значит. Те, кто занимается Кикушином, они могут понять. Могут даже с завистью черной ко мне. Все-таки я видел Аяму. Юрий, а насколько вы были близко с Федором Емельяненко знакомы? Что он за человек? Ну, я не скажу, что мы близко знакомы, Федя, ну, он, конечно, врезается своей очень такой уникальной работоспособностью, функциональной выносливостью. Я встречал тренеров, которые знали его еще по сборной по джидо, они говорили, что очень сильный середняк и очень функциональный для тяжа. В тяжах это как бы значительная такая очень сильная сторона. не каждый тяж может похвастаться, что он там может на ковре там ну, просто перебороть тебя одной функционалкой. Федя вот такой, ну, плюс еще у него очень и для единоборца это тоже очень сильная сторона психологического устойчивости. Вот. Очень психологически. То есть на одном этом только факторе можно заранее выиграть человека. То есть если ты излучаешь прям энергию такая уверенность в своих силах, то противнику передается. Я знаю этого не понаслышке. А это зависит именно от внутренней устойчивости психологической. Проигрывать тех, кто уже боится выходит. Зачем выходит так? Может быть вдруг удастся отмахаться? Не удастся. Вот. Так что это. Ну и в принципе достаточно скромный человек. То есть как бы такой бизнес не ну насколько я знаю на тот момент был. И я думаю не сильно изменился. Приезжал как-то на один из Федоров приглашал на первый турнир в памяти Федорова. Он проходил к пешме. При той массе народа, который пытался с ним сфотографироваться но довольно-таки спокойно и никому не отказывал. Такого не было. Я не торопился с ним сфотографироваться но потом где-то какой-то момент улучшил что пауза где-то сходкались все равно не так часто он приезжает. А так чтобы друзья не друзья ну слава Богу если он меня узнает при встрече это нормально я не обижался Юрий падать он не способен просто пережить саму борьбу то есть поэтому основа это падение то есть должен падать в любой ситуации я скажу что про собственную опыт был у меня период я ногу сломал я шел потом на улице как-то с гипсом участвовать в институте я падаю и это человек обычно когда падает у него первое что он ударяется за трупом и получает более тяжелую травму чем тот человек который ну какое-то понимание обладает падение поэтому человек знает даже в этой ситуации ну суплекс ну что такое ну да это по сути дела бросок через грудь с высокой амплитудой человек падает но он же не втыкается головой видно что человек это борец он в этой ситуации конечно оно не безболезненно приходится ну там там пришелся на загривок ну и не так роняли и не так бросали а вы хоть раз в Японии Кракопа лично встречали Кракопом нет не получалось вот Родальмана я видел как раз мы когда в Прайд ездили Родальман тоже начинал вот я в частности его видел то есть Родальман же умер все-таки как бы от того что он химик реально чистый химик но когда вот на этом брифинге были он прям пару раз он при мне выпил две бутылки пластиковой двухлитровой воды там там как говорится штучняк ну из чего же из чего так сушит человек потом его стошнило потом еще что-то ну это как бы признаки там и очень перекачан очень настолько перекачан просто бой был не казист такой ни о чем они там в углу там другом перед самое это у нее тоже видимо это был первый бой каким-то образом он там чудом выиграл вот крокопа нет не видел а Дэн Хендерсон вы же с ним в рингсе дрались в одном карте Дэн Хендерсон да по-моему фрэнк шэмрак как-то с ними ну тогда еще не сильно там как бы их во время же турнира ты как-то на себе замкнут в основном а потом нас разводят и мы там уже как бы это нет такого момента где бы мы потом посидели за одним столом попьянствовали ну типа я говорю по бокалу пиво выпили после турнира нет такого нет все в каждой своей раздевалке там разминается приводит после этого развозит все сам по себе вам 28 октября 19-го вы за один вечер подрались с Аверимом и Нагейра это ну нечто абсолютно фантастическое с двумя легендами такими за вечер другого такого не было бойца в истории ММИ которому так досталось вот такая честь подраться пусть тогда их еще никто не знал вот какие у вас воспоминания остались о бой с Нагейрой там же остановка была немного все-таки преждевременная да вот чем вам Нагейра запомнился ну там с Нагейрой получилось как там в принципе вот если это чисто борцовская ситуация спортивная борцовская то я его подымал на болевой он висел на руке и я крикнул ну крикнул не от боли а просто как бы от усилия ну его расценили как болевой все то есть не надо было кричать надо было там поднять там остановили бы возможно хотя по нынешним правилам сейчас не останавливают то есть висит пока не там не стряхнешь не сбросишь ничего вот ну знать не знал то есть мы Зуев в углу сидел то есть мы когда он борется он борется борется ну все то есть у меня был бой с Алистером мы в стойке там подвигались я как бы так немножко кураж поймал с Алистерца ну то есть я чувствовал что выигрываю а здесь непонятно и все и Магуэра сразу меня атаковал проход в ноги вот перевести не удалось я вот накрыл и потом каким-то чудом ну не чудом это все-таки борьба он меня перевел на болевой я пытаюсь вставать все это буквально даже минуты не прошло я прыгал и я так я же его поднял все в это самое ну я не скажу чтобы я смотрел уже дальнейшие бои ну у Хендерсона он он выиграл в принципе этот поединок финал ну не дали дали американцев а вот Хендерсона ничего не показал ну и не дал показать ничего на Агуэре вот и все а на Агуэре у него на тот момент все было понятно виден был весь его арсенал марцовский а потом следующий бой турнир он выступал там еще и лучше было тогда мог Федя выиграть но он тогда сечку получил очень сильную перенесли а третий и третий в принципе последний King of King я выиграл вот на Агуэре по-моему на Агуэре по-моему второй выиграл турнир поскольку я помню ну то что да у меня первые два моих соперника такие ну это время показало туда кто такой я знал есть Валентина Верим брат его старший да он тоже такой фактурный у меня пару раз была возможность с ним потом был еще такой ювель тоже ну как-то так нас разводило прям хотелось подраться с такими бойцами они такие очень крепкие ну получилось с братом Агейра Юрия обменялись словами после боя что-то сказали другу нет нет не помню ничего победу отдали разошлись как бы на своих эмоциях там обескураженный вышел ну как так я же это я же и мне же не больно было все такое прочее ну получилось как получилось Юрий теперь Аверим помните момент когда впервые его увидели и как вам донесли что ваш соперник Алистар Аверим из Голландии ну я еще повторю что что Аверим во всяком случае в тех кругах тем более Аверим ну это брат Валентина который на тот момент титулов было больше чем у этого где-то может Голландию он там и звездил но знать не знали ну да высокий ну опять же зная страну из которой он выходит все-таки в Голландии очень много бойцов поставила она и не только в Рингсе и в Прайде и везде то есть в Голландии страна там очень реально очень много бойцов в Хиукушине тоже одна из немногих вот поэтому понятно было что не мальчик для битя вот ну не более то есть как бы такого авторитета я не увидел ну в ходе поединка да где-то это ну вот в тот момент может быть я какую-то уверенность сразу поймал такую а где-то еще в среднем боя даже такой кураж пошел не скажу что там прямо вот такое я вынес его ну чувство превосходства было определенно именно вот такой уверенность не самоуверенность все было это было не знаю самоуверенность до хорошего недовольства туда второй был бой в Екатеринбурге ну не самый удачный а вот он такой тяжелый вязкий где-то осторожный я еще так погреповал хорошо перед этим немножко веса набрал из-за этого и естественно функционалка упала в какой-то момент у меня такое было ощущение что я просто не додышу до конца что я там сел на него и там не удар просто усилие поднять руку и опустить ее по корпусу но уверенность что я все-таки сильнее этого осталось первый поединок выигранным все равно как-то накладывает остается уверенность что ты все-таки сильнее и что тебя тут не пробьют ну я конечно видел как упал потом Харитонов там был просто перевод Серега неудачно упал на плечо вывихнул и тот его добил поэтому я так скажу что Алистерон может стрельнуть если конечно не попадут по нему вы говорили что Аверин был здоровый тоже такой выглядел как атлет вы когда с ним в первом бою начали цепляться возиться вы чувствовали что вы физически помощнее или он был все-таки посильнее да нет я не чувствовал что он сильнее ну скажем тут мы же тут не рамлистингом занимаемся кто кого переборет чаще всего бывает так что все-таки тут динамика определен тут статихи нету такой два раза победили Аверима вот в первом бою вот вы в какой момент почувствовали что он вам удобен вот как вы к нему ключ нашли то есть в чем он был вам удобен сложно сказать какой момент ну может быть где-то как-то и сначала когда начал вести вести бой ну я считаю что этот бой я вел от начала до конца пусть там он с какими-то такими то есть не с явным преимуществом и так далее но с уверенностью определенной да там не было каких-то супер не сбил его там с ног ну где-то и так далее то есть ни нокдауну ни нокаутов просто опять же тоже пачком выиграл условно говоря ну уверенно уверенно и пачком чувствовалось что боец непростой из большой перспективы мы когда в Екатеринбурге разговаривали с ним через переводчика естественно говорю что у тебя все впереди ты еще молодой ну так и вышло конечно где-то он себя реализовал в том же К1 частично то есть в Прайде частично в UFC где-то ему не хватило где-то переусердствовал с массой с препаратами и так далее и так далее ну то уже бизнес пошел а в каких моментах Юрий чувствовалось что он что что-то в нем есть что не просто какой-то середняк там привезли к вам а вот в каких моментах его особенность чувствовалась ну где-то он где-то где-то попадали встречные удары где-то в партрем даже там меня пару раз так немножко побеспокоил когда я там с ног заходил то есть видно что там кто-то из борцов в частности из грепплеров поработал потому что он так меня пытался коленями перехватить то есть когда между ног в гард залазишь гарда не было такового но между ног и он мне там пытался сделать болевой то есть такой момент насторожил то есть человек может ну я видел он он делал болевые из этого положения а вот в стойке ну тоже в стойке вот у них фишка у многих голландцев это удары коленев в прыжке летящие как он у него брат кстати говоря Валентин этим славился очень быстро сильно попадали очень сильно боятся ну так получилось что я я скажу я в принципе знал что он бьет коленями я не и в этом поединке даже в первом он пытался там засунуть вот но я сам сам люблю коленями бить поэтому знаю как от них защищаться если ты знаешь прием то ты как правило знаешь защиту от него вот вот и все там не застаиваться не лезть вперед не рожу но как-то все равно ты чувствуешь эти удары когда они пойдут и когда поэтому поэтому я в этих в этих моментах более-менее уверен был что общались с Аверимом в Екатеринбурге после второго боя вот сколько длился разговор о чем говорили какое он у вас впечатление оставил по ауре по общению что за личность не у нас у нас был банкет во дворце спорта и мы естественно общались о том о чем насколько переводчика хватало насколько времени потому что не я один желающий был с ним пообщаться но все-таки мы бойцы мы так уже этот довольно-таки доброжелательный нормальный человек вполне мы же профессионалы мы же здесь понимаем для чего мы здесь пришли мы здесь не не мстить за то что там проиграны на ринге вот вполне говорю адекватный человек то есть я скажу что я бы с удовольствием еще пообщался сейчас даже есть о чем вспомнить о чем поговорить а вы после того случая ни разу не общались больше не связывались не у нас не получилось я чуть может я можно было где-то через соцсети где-то и не может и недооценил эту возможность может где-то и можно но опять же надо это трудности перевода а на том самом банкете Юрий Алистар с выпивкой не перебрал как банкет прошел или он не пьет не более чем может по пиву или еще но нет я не видел чтобы Алистар напивался нормально тем более компания такая люди серьезные и не дали бы допиться на общение общение было хорошее все равно с какой-то рюмкой чая ходили от одной группы людей к другой или к ним подходили за два боя с Аверимом вы говорили что заработали по 3000 долларов да с эти две победы я не помню честно говоря сколько нет в Японии там было немножко по-другому там же два боя было там с Аверимом и с этим там бой выигрышный проигранный ну какая-то сумма определенная была не помню а в Екатеринбурге ну в силу там определенных моментов сколько я даже честно говоря не помню часто к вам люди подходят и говорят о так это вы победили два раза Аверима часто такое бывает ну вы знаешь как у меня любит товарищ говорить мы люди широко известные в узком круге поэтому как-то так ну кто-то знает кто интересуется кто-то помнит потому что ну как бы определенная сейчас уже часть поколения уже прошло уже допустим они уже живут реально меньше вспоминают даже в интернете иногда уже не найдешь тех боев которых мы я тут пытался найти там некоторые бои иногда вылазит вот иногда а некоторых уже и нету там так что как-то так нет вот я был в этом вот в Москве сейчас на лагере меня тут один товарищ приятно удивил о ты не ты я говорю ты же Аверима выявил ну да я вот как раз то есть как бы так Юрий а вы что-то с тех боев на память храните может быть форму может быть какие-то там ну там какую-то экипировку какие-то сувениры нам в Японии нам давали какие-то памятные медали возможно они даже где-то есть лежат но чисто место для хранения у меня где-то лежат все эти грамотные медали но они где-то в сарае честно у меня нет такой стелок вот все хочется выставить вот Зуев был в офис да и у него был у него зал да допустим он там все это все там выставлял вот потом когда там были проблемы он все это ну оно осталось там не все сохранилось правда он говорит часть кто-то приватизировал но тем не менее но оно хранилось просто в одном месте у меня особо негде хранить а вот мне всегда правда хочется чтобы сделать что-то свое какой-то зал доджи ну сейчас может быть ну я не теряю надежность во всяком случае то есть оно нигде не пропало оно где-то лежит у меня в основной массе то есть и в частности что с ринкса что спрайда там все равно какие-то моменты памятные оставались я думаю что есть если поискать вот Юрий вот сейчас пересматривая те бои старые ваши вообще ту эпоху вот с эстетической точки зрения для вас как это выглядит у нас сейчас как-то вот принято в крайности впадать кто-то говорит что это было смешно там драться не умели а кто-то наоборот говорит что сейчас изнежились а тогда по несколько раз дрались за вечер были настоящие гладиаторы вы с течением времени как какими глазами те бои видите да всегда бои были непростые я точно знаю что у нас не было никаких договорных боев и тогда другая техника сейчас больше ударной техники сейчас пытается в основном как бы закончить но про борьбу не забывает вот то есть как бы как условно можем сказать что появились технологии как бы стали более борьба более технологичная стала все как бы начинают владеть раньше были все-таки различия были ударники более чистыми ударниками сейчас это все перемешивается да допустим ну правда не все конечно там на каутерах сильное не сильное попал не попал вот и смеяться там какие там бои я скажу что взять те же бои Зуева там некоторые поединки там просто смотреть без отрыва у Маеды у Хана прям приемы такие что и не снились это сейчас они там пересматривают заучивают там по интернету все все что делается вопрос в том что как бы на практике могут не могут а смеяться но вот те кто те кто выступает я не думаю что они смеются смеются те кто вот на диванные такие бойцы да они там пересмотрели кучу что в ютубе что что в живую там ну вот они смотрят не видят им кажется что да выйди ты подыши я скажу что некоторые бои ты пока ты там не продышишься пока у тебя глаза мозги не начнут работать у тебя пройдет уже несколько минут а что ты там делал там до этого непонятно может уже и проиграл поэтому тут как бы это все на совести каждому судить судить могут все то есть все ли побывали то есть если ты побывал реально в этой шкуре ну посмотрим что ты дальше скажешь а если ты не был никогда ходишь в качалку либо бла-бла-бла друг с другом обсудить и говорить Юрий а если сравнивать чуть пошире вот вы все-таки почти 30 лет в Советском Союзе прожили сейчас мы живем в другой стране в России вот сравнивая эти две страны две эпохи вам вот на душе светлее было в какое время в то или сейчас я скажу только одно что тогда границ не было и была одна национальность как бы она не звучала там по-разному даже если люди там верили там в Иисуса или Аллаха там то есть все равно не было такого не было радикального видения допустим не было каких-то границ между там русский грузин там азербайджанец там чеченец там украинец ну не было я не понимал что я еду с Урала в Украину или с Украины на Урал и какая-то разница ну называли там кацапы кацапами хохлы-хохлами друг друга там но все это было не любя скажем так мы все относились родственники были родственниками а вот это за нас уже определили это вот главный момент был конечно все это все нам открыли глаза увидели что можно жить лучше да вопрос живем 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 ли мы лучше от этого о чем вы сейчас мечтаете у меня большой список мечт которые я в принципе очень хочу чтобы они исполнились ну в первую очередь конечно да я вот сейчас я хочу как-то себя реализовать все-таки как тренер то есть я хочу сейчас вернуться немножко к началу и поработать дальше тренером да по карате да я мечтаю чтобы у меня был свой зал свой доджо это как бы это не сказать что это какой-то там свечной заводик он не приносит прибыли но приносит удовольствие и уверенность потому что ну я я помню по себе что если когда ты работаешь с детьми да ты молодеешь от этого сам внутренне и внешне вот ну я считаю что это все должно где-то как-то вертеться вокруг всего этого вся остальная жизнь успех дальнейший и так далее я думаю что еще еще мы еще поживем еще поборемся сейчас не самые лучшие времена вот надо надо подняться надо подняться вот ну и самое главное чтобы чтобы была команда единомышленников с кем работать у меня есть слава богу у меня есть из федерации кто в меня верит из нашей федерации которая в Екатеринбурге слава богу я им для этого благодарен вот даже и если бы этого не было на сегодняшний день я вот даже не съездил бы на то мероприятие в Москву на которую ну вернее на на учебу где прошел у нас интенсив не в Москву а вот рядом тут московские товарищи проводили поэтому вот как бы вот у меня такая вот она может быть разросрочная цель какая-то мечта ну я думаю что мне надо оттолкнуться от этого поэтому назад в будущее с чего начинал то есть как бы все равно от спорта чувствую я не уйду у меня когда-то была такая мысль такая навязчивая я думаю я наверное в зале умру потому что так много тренировался вот так что это так тренировался начинал medieval ulu ну ну